Да, мы возвращаемся к обсуждению стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2030 года, подготовленной Министерством экономического развития, представленной уже туда, куда нужно. На прямой связи с нами сейчас по телефону к нам присоединяется Владимир Сергеевич Грузиев, губернатор Тульской области. Владимир Сергеевич, рад вас слышать и спасибо за то, что вы присоединились к дискуссии. Скажите, вот эта стратегия, подготовленная Министерством экономического развития, стратегия малого и среднего бизнеса, она построена на костях Госсовета по малому и среднему бизнесу, который вы подготовили, вот того знаменательного и оставшейся в моей памяти, который вы подготовили и провели. Немножко там, вот мне подсказал господин Корочкин, что изменились сроки, да, по результатам Госсовета все должно случиться было в 2020 году, теперь в 2030. Почему так? Добрый вечер, Юрий. Действительно, частично, как можно сказать, скелет стратегии до 2030 года, он взят из перечня поручений по итогам Государственного Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства. Ну, понимаете, это же готовит органы исполнительной власти, а есть еще, скажем, предложение, которое готовит бизнес-объединение, и в перечне поручений президента России Владимира Путина, там четко сказано те показатели, те направления, которые должны быть достигнуты. Но уже органы исполнительной власти, они, скажем, устанавливают свои показатели. Ну, иногда, мне кажется, можно бы взять более, такую более агрессивную, наверное, задачу для того, чтобы все-таки не к 30-му году достичь тех показателей, которые есть, а пораньше. Правильно я вас понял, что стратегия до 2030 года в какой-то степени поправляет президента, да? Ну, не совсем так. Президента поправить сложно, потому что президент, он дает общее направление развития. Я имею в виду в сроках, Владимир Васильевич, я имею в виду в сроках. Президент сказал до 20-го, а стратегия растягивает ее до 30-го. Чиновники делают себе... Вы знаете, я так скажу, вот президент, глава государства, он обозначает тренд развития, тот, который должен быть выводлен органами исполнительной власти. А органы исполнительной власти, исходя из тех возможностей, которые есть, дают свои предложения. Хочу сказать, что это еще не окончательный вариант, и, скажем, и у регионов, и у бизнес-объединений есть, скажем, замечания по стратегии. Мы, кстати, собираемся мы эти замечания высказать. Потому что, мне кажется, все-таки КП, они должны быть более четко прописаны, то есть целевые показатели, с конкретными сроками, с конкретными показателями и конкретными, что очень важно, ответственными. Вот замечательно, конкретные сроки. А то получается, что доступность кредитования, облегченный доступ к госзаказу, все этого мы можем достигнуть только к 30-му году, получается, так? Да нет, наверное. Я думаю, что как раз по этим направлениям работа ведется достаточно интенсивно. Владимир Сергеевич. На самом деле, когда мы говорим с вами по конкретным срокам, то, конечно же, мы прекрасно понимаем, что кредитование – это сегодня, наверное, основная задача вообще развития любого бизнеса. Потому что стоимость ресурсов и возможность их получения – это сегодня, наверное, основа для развития не только малого и среднего, но и любого бизнеса. Поэтому задачи, которые стоят по улучшению доступа к кредитным ресурсам, они эти задачи пока до сих пор не достигнут. Я не могу тоже не воспользоваться случаем. Владимир Сергеевич, а вы как в области решаете вот эту задачу? Вы имеете в виду по созданию новых рабочих мест среди малого и среднего бизнеса. До финансирования. У нас есть четкие, да, у нас есть четкие показатели. Создание рабочих мест, до финансирования, доступности. Что касается финансирования, то, безусловно, это участие во всех федеральных программах, которые есть и у области, соответственно, и область принимает участие во всех федеральных программах. В том числе до финансирует дополнительные, так сказать, из своего бюджета. Но пока все равно этих ресурсов их не так много. Но хочу сказать, что есть и только правда в том, что действительно спрос на сегодняшний день снижен. И, конечно, предприятия малого и среднего бизнеса чувствуют себя не очень хорошо. Ты снижен на спросе, это правда. Вот спрос на вас начал расти. Профессор Алексей Харланов хочет задать вам вопрос. Пожалуйста, Алексей Сергеевич, не стесняйтесь. Да, дело в том, что хочется понимать реальные механизмы. Я понимаю, что сейчас и спрос упал, и что у нас финансовые положения в регионах все больше дотационных, а доноров все меньше. Как вы выходите из положения, когда бюджет не полностью вас дофинансирует? И как вы сходите из того, что налоговая база, из-за того, что у нас все меньше рабочих мест, она постоянно снижается? Как вы находите золотое сечение и компромисс в данной ситуации? Тульская область крепный середняк. Хочу сказать, что мы, конечно, очень многое сделали за последние несколько лет в развитии нашей промышленной базы. Поэтому новая экономическая реальность нас не совсем достала в росток. Мы продолжаем неплохо себя чувствовать с точки зрения приступления доходов, хотя и по нашему региону ее снижение. А перспективы спортных дотаций, которые, возможно, как раз они указаны в стратегии, что именно поддержка экспорта малого и среднего бизнеса является одним из драйверов роста в данном секторе? Вы знаете, я так скажу, что все программы, которые на сегодняшний день федеральные есть, они в области, мы принимаем участие во всех федеральных программах и, соответственно, вовлекаем наш малый и средний бизнес в эти программы для того, чтобы можно получать доступ к финансированию более льготному, получению грантов. Особенно, кстати, гранты касаются социальных проектов, потому что социальные проекты для нас тоже и интересны с точки зрения создания новых рабочих мест и как дополнительные услуги населения. А если мы с вами говорим о поддержке экспортных отраслей и отраслей, которые работают по импортозамещению, но это те программы, которые у нас есть в регионах. И вот могу привести несколько примеров. Вот, например, компания «Краснобор», которая у нас производит мясо-недешательное. Сначала компания работала на тульские регионы, прилегающие регионы, в том числе московские регионы. То сегодня уже начинает экспортировать свою продукцию в европейские страны и получает в том числе экспортную выручку. Это вопрос как раз и импортозамещения, и начала экспорта. Компания «Балтика», если несколько лет назад еще закупала ячмень за рубежом, то сегодня почти 100% закупается на территории Российской Федерации. И они уже предполагают в следующем году экспорт ячменя на свои зарубежные заводы группы «Карлсберг». То есть, в принципе, определенные... Кстати, здесь тоже есть взаимодействие региональных властей и производителей. Но подобного рода проекты, они, конечно, имеют такую четкую и понятную программу. А что касается именно поддержки малого бизнеса, то вот за 9 месяцев этого года у нас создано более 14 тысяч новых рабочих мест. И в основном, конечно, это предприятие малого и микро, малого и среднего бизнеса. Но в том числе за счет легализации тех людей, которые по каким-то разным причинам не были оформлены их трудовые отношения. Владимир Сергеевич, если вы согласны, то мы по поводу работы балово-среднего бизнеса встретимся отдельно, в Тульской области конкретно. Мы вот сейчас по стратегии. Выполнима ли она, на ваш взгляд, и вот не занижены ли показатели, которые заложены в этой стратегии? Вот мы до вас говорили как раз об этом. Вот так, положа руку на сердце. Я был как член рабочей группы на заседании рабочей группы, и я как раз высказался за то, что показатели, на мой взгляд, занижены. Потому что, ну, если мы хотим действительно достичь существенного роста и склада малого и среднего бизнеса за ОВП, то, конечно, нам нужно ставить более амбициозные задачи. У себя на территории области мы эти задачи ставим достаточно серьезные. Мне кажется, такие же задачи могут стоять и перед федеральными, неестественными ведомствами. И думаю, что если будут четкие, понятные, ответственные, то эти показатели достижения. У нас сегодня небольшой пока вклад, всего там 22% в ОВП страны, в предприятии микро-малого бизнеса и среднего. Ну, то есть это действительно совсем небольшой. Благодарим вас. Более не задерживаю.